МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не за счет горожан, а за счет привлеченных инвестиций, которые на сегодняшний день есть доступны в ЕС. И таким образом тогда самоуправление, действуя по закону латвийского государства, перекладывает не на плечи горожан заботу о мусоре, а забирает обратно на свои плечи, как это должно быть. На сегодня главный вопрос, примет ли суд иск к рассмотрению. Если это все же произойдет, в дело вступит серьезный нюанс, поясняет депутат. До окончания дела производства вступление в силу нового тарифа, намеченное на 1 августа, будет отложено. Податель искового заявления настроен оптимистично, приводя в пример недавние суды из Влад Энерго. Это долгий процесс, но достижимый, так как в обоих случаях не были досконально изучены составляющие тарифа. Этим жестом я хочу показать, что на сегодняшний день депутаты Думы, которые принимают решение об увеличении тарифа на сбор мусора, работают не в интересах горожан, а работают в узких интересах людей. Это, скажем, два человека, Антон Оглотков и Сергей Корновухов, которые имеют монопольную ситуацию в городе Даугавпилсе по сбору мусора, по сортировке мусора, потому что они частично сортируют мусор, а Думы рассказывают, что они этого не делают. И хотелось бы в своей работе доказать, что все же самоуправление может и должно забрать на себя ответственность за мусор и сделать горожанам по возможности дешевле эту услугу. Крайне актуальной остается и проблема сортировки бытовых отходов. В Европе это уже пройденный этап, но даже в Риге жильцам начали предоставлять возможность сдавать сортированный мусор бесплатно. Было бы желание, констатирует депутат.